Депутат Совета депутатов округа Люберс Александр Шлопак стал финалистом федерального кадрового проекта «Единая Россия. Политстартап». Он прошел обучение в высшей партийной школе. Теперь ему предстоит участие в предварительном голосовании для отбора кандидатур на выборы в Московскую областную думу. Об успехах и дальнейших планах молодого политика наш следующий сюжет. Я родил в Советском Союзе, и тогда мечта всех ребят – это, конечно же, освоение космоса. Я хотел быть, как все ребята, космонавтом. Бороздить просторы галактики так и не довелось. Покорение космоса осталось в детских мечтах. Зато были победы на спортивной арене. Они и определили дальнейшую судьбу. По профессии Александр Шлопак – тренер по карате. Передаю знания свои, которые я научился в период спортивной своей карьеры нашим молодым ребятам, нашим подрастающим поколениям. Работа с молодежью – неотъемлемая часть жизни. Сегодня она связана не только со спортом, но и с общественной деятельностью. На протяжении многих лет Александр Шлопак руководит Люберецкой молодой гвардией. На сегодняшний день организация объединяет 150 девушек и юношей, которые принимают активное участие в жизни городского округа. Именно эти ребята составили основной костяк волонтерского штаба во время пандемии коронавируса. Понимая, какое большое количество человек у нас находится в зоне риска, я не могу просто сидеть сложа руки и смотреть телевизор. Я должна помочь всем нуждающимся, любой помощью. Еще одна важная составляющая работы молодогвардейцев – помощь ветеранам Великой Отечественной войны. В этом направлении им есть с кого брать пример. С Анатолием Григорьевичем Александр Шлопак всегда на связи. У ветерана Великой Отечественной войны нет родственников. Он живет один, но знает, что в любую минуту ему есть кому обратиться за помощью. Мой дедушка воевал на войне. Он сам ушел из Люберис, был призван. И вот Анатолий Григорьевич его знает, помнит. Поэтому, навещая его, это дань памяти всем ветеранам и тех, кого нет в живых сейчас, тех, кто отдали свою жизнь за наше будущее. Желание помогать людям и быть для них полезным привели к работе в депутатском корпусе. Многолетний труд дал Александру Шлопаку толчок для участия в федеральном кадровом проекте «Политстартап». Он направлен на поиск, обучение и продвижение нового поколения ярких лидеров. Среди 7 тысяч кандидатов со всей России Люберецкий депутат оказался в числе финалистов. Попадание в финал федерального проекта «Политстартап» – это работа не только моя, это работа всей команды городского округа Люберцы. Александр Шлопак прошел обучение в высшей партийной школе. Следующий этап – участие в предварительном голосовании для отбора кандидатур на выборы в Московскую областную думу. Знания, полученные благодаря проекту, коренной люберчанин применит на благо и развитие родного округа.